Здравствуйте, мои дорогие, здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, здравствуйте. Так, жизнь продолжается, и, конечно, не очень-то хочется в бардаке жить, и для этого пришла весна. Ой, господи, уху-ху-ху, ошибочка по фрейду. Пришла осень, осень пришла, и нужно делать расхламление. Но я хочу сказать, что это трудно назвать расхламлением. Это больше как на ревизию похоже. И сегодня у меня ванна, ну, у кого-то ванна, у меня вот эта душевая. Мне нужно всё с душевой выгребсти, что-то отправить в посудомойку, полочки мыть, там, стены помыть. Это как бы будет генерально. Делается это раз-раз в, наверное, в полгода. Вот. Не, ну, стены чаще мою, но вот такое расхламление, я хочу туда что-то... Ну, в общем, чтобы было всё пусто. Для начала я вам покажу. До. Я не думаю, что вам интересно будет, если что-то интересно будет, как я буду мыть. Стены, конечно же, я буду мыть белизной, потому что у меня кое-где там залез грибок, знаете, да, такой грибок чёрный. Небольшие кусочки, но есть. Вот. И самый лучший... Хотя у меня даже вытяжка есть в душевой всё. Самый лучший способ это убрать белизной. Может быть, ненадолго, но всё-таки это нормально. Потом что лишнее выкинуть, что узнать, что у меня есть, что нету, что так переорганизовать. В общем, чтобы заходил в ванну и захотелось твоей душе принять душ, порелаксировать. Вот. Хотя сейчас скажу, как можно в душе релаксировать. Прекрасно, прекрасно. Я, понимаете, и я, и муж, мы не любим ванну. Вот. Тогда у меня баня есть, если надо там. В общем, можно. Я релаксирую, когда чистенько всё, аккуратненько. Так что, мои дорогие, пойдёмте со мной. Так, мои дорогие, ну, в общем, здесь видно, что бардачок такой небольшой. Я тут такая красавишна, да, не сотрёшь. И вот здесь вот это, смотрите, особенно вот этот бардак уже надоел мне. Потому что я люблю разными всё. Но сегодня я наведу наконец-то порядок. Что-то освободятся, какие-то бутылочки какие-то я что-то уберу. В общем, нужно всё убрать. И может быть, вот здесь вот 298... Ой, рубашку этих расчёсок не надо. Так, Димкино сиденье-то я принесла помыть. Ну да, розовенькое от Маргариты осталось. Ещё ещё выкидывать, что ли? И вот тут, мои дорогие, нужно навести. Ужас какой-то, да? В общем... А, и вот здесь. Нет, сначала мы начнём всё отсюда выносить, да? Чтобы что-то помыть. Вот здесь у меня вот бардачок, да? Надо всё-всё-всё-всё-всё-всё убрать. Что-то про срочку посмотреть, смотрите. Так что поехали. Поехали. Прежде чем что-то начать убирать, мыть я, конечно же, всё это выложу. И хорошо протереть полочки. Буду протирать. Вот мне понравилось. Вот я всё делаю сейчас средством для стёкол. Только единственное, я туда доливаю на шатырный спирт. Ну, где-то пару ложек. Да, запах есть такой прям это. Ну, мне нравится, как всё отмывает, как всё отчищает. Если здесь есть какие-то такие пятна, у меня там два пятушка было, то я брала такую, знаете, железную такую, как её, губка железная. Сейчас всё побрызгаю. Она минуты 3-5 постоит. И буду вытирать. Всё снимаю, всё мыть. А зубные щётки я обрабатываю перекисью водорода. Это всё помыть, что не снимается. Это мыло у меня так висит. Очень удобно. Не мыльница, ничего. Всё-всё-всё нужно поубирать. Всё нужно, что убираешь, всё перетереть. Полочки все так же помыть. Всё перебрать, что там по срокам годности. Я показываю, какая бяка у меня, какой бардак творится. Так, умники, конечно, начнут. Как так можно жить? Ой, элементарно, Ватсон. Алиментарно. Алиментарно специально говорю. То сейчас начнут. Уши режет, глаза режет, всё режет. Вот это всё переберу сейчас сюда. И на кухне, чтобы перемыть. Вот, сейчас замочу так же. Ну, минус 3-5 постоит. Вытираю. И будет несчастье. Прям, когда наведёшь в порядок, сверху тоже всё вытираешь, всё брызгаешь. Ну, как бы, вот знаете, с кучи книг читаю. Флайледи, вот это вот раскламление. Ну, всякое, хозяюшек этих. Везде говорят, что если ты один раз по флаймори наведёшь в порядок, потом ты будешь, не будешь делать никакие генеральные уборки. Нужно будет только поддерживать. Но я ещё до этого очень далека. Очень. Для меня очень сложно это рассудование. Кучу книг прочитала. На всяких вебинарах была. На всяких курсах. Говорят, там, расслабляться. Не жалейте вещи. Не жалейте, там, рисунки ваших внуков, там, детей. У меня не поднимается, рука выкинула. Сейчас. Вот это уже всё поснимала, видите. Теперь сейчас прямо эти стены забрызгаю я белизной. Вот. А это я побрызгаю душевую, конечно, этим брызгаю. А уже стены белизной. Но после белизной, когда вы ополоснёте душем, обязательно нужно уксусом пройти, чтобы на этой плитке блеск не указ и не откладывался камень. Вот это вот уксус, он не даёт ему как бы насечь. Вот, видите, кусочек, где у меня появился грибок. Хотя у меня здесь прямо в кабинке есть этот вентилятор. Вот это вот всё я поснимала, это всё в этом посудомойке помоется. Ну, вернее, помыла я, всё выкрыла назад. Вот, видите, такая белизна. Я накручиваю на него распылитель. И щёточка сверху стык-тык, и несчастье. Итак, где появляется хоть кусочек, я раз-раз и побрызгала, и он исчезает. А это просто сейчас побрызгала, и возьму швабру. Можно даже, только ту, которую пол моете. Белизна, она её выстирает, она будет вся как прям, ммм, стёклышко. Вот. Сейчас всё хорошо протру, потом сверху водичкой издушиваю, смою, и сверху уксусом побрызгать, и будет часть темная. Вот видите, как я шваброй беру. О-о-о-о. И прям всё. Так, вот это тоже помыть надо. Обязательно, смотрите. Показалось, что не было ничего, а сейчас есть. И здесь, смотрите, ничего нету. Да? А сейчас будет. Смотрите, опс. Так, ну здесь я показываю, как стало, что я оставила, проверила все сроки, предостаточно чего выкинула. Вот. Так что порядочек. Настолько прям, ну я в два захода убирала, потому что мне нужно было выйти в магазин, и пусть я успела сходить. А потом с новыми силами взялась за другое дело. Вот видите, я показываю пусто, и здесь пусто. А сейчас, конечно же, покажу. А, я видите, показываю, что здесь я тоже всё убрала, всё стирается, всё пусто, всё. Я люблю убирать, чтобы уже везде залезть, чистенько было. Оп. И сейчас после. Так, ну что, мои дорогие, вы сейчас увидите только первую половину. Ну, потому что я не смогла справиться. Я ещё кушать готовила. Мне сейчас надо быстро там ещё... Я приготовила, но, но... Ещё. я приготовила, но... там, печь... Не знаю. В общем, плиту надо помыть там. Всё. И вторую часть я ещё не сделала. В общем, здесь я всё помыла, всё убрала, это всё помыла. Это мыло у меня для рук, для гостей. Это вот там, мне Андрей любит таким. Зубную щётку не поставила сейчас. Так, здесь тоже всё протёрла. Здесь я вам всё показывала. Всё. Всё. Вот это всё мне надо. Всё. Сроки хорошие. Ну, а как? Вот. Единственное, я потеряла мужа шампунь. Ха-ха. Ладно, поищу. Вот. Дальше. А вот здесь мне очень нравится. Здесь всё убралось. Будет это вот кондиционер, шампунь и для тела гель. И здесь это для интимной гигиены. Вот ещё бы такой купить, да, для интимной гигиены. Я хочу ещё один наборчик такой купить, чтобы мужу перелить шампунь. Вот где и будет различие у нас. Вот этот шампунь будет моя, а мы мужская. Я её разукрашу в какой-нибудь цвет. Ну, как бы, чтобы отличие было. Ну, чтобы все были одинаковые. И вот это, наверное, сниму этикетку. И она как раз будет чёрненько подходить. Вот ещё вот что-нибудь бы вот это вот мыло бы придумать. Но я думаю, можно для интимной гигиены вот это вот, да, придумать. Как бы оно будет по цвету, правда? А туда что-нибудь другое. Надо помыть хорошо. А то ещё мне сегодня плохо протёрла. Так. Ну, здесь вот уголок. Это у меня хозяйственное мыло, если я что-то стираю, что-то... А это амош у меня вот такое. Так. Ну, и всё. Больше здесь ничего не будет. Здесь тоже всё там стирается. Ну, это вот надо мне, чтобы оно здесь было всегда. И вот останется у меня на завтра. почему на завтра. Блин, что случилось? Вот это на завтра. Почему на завтра? Потому что здесь тоже перебрать надо всё. Потому что я сейчас убегаю. Гости, гости. Смотрите, какой барабан. Вот это всё переберём. Ой, гос. Вот это всё переберём. Вот, ну, может, я с гостей переберу, переберу, посмотрим. Вот. Так что. Так, ну что, мои дорогие, вот я так и сделала. Избавляемся от визуального шума. А здесь будет стоять только мужа шампунь. А мне ещё чего-то одного чего не хватает-то? Что-то одного здесь ещё не хватает, не пойму. Так, ну ещё здесь будет висеть. Вот это вот у меня сушится, это обувь. Никуда её не деться. Вот, да. Так что, так что, как-то вот так. Ну, теперь так пусто, да, как будто ничего нету. Избавляемся от всего. Ну, постепенно это что-то будет уходить вот отсюда. Что-то мой любимый вот гель я пересыпать буду. Там гель для умывания. Ну, здесь уже всё видно, что есть, что выбросилось. Так что, так что, так что. Так, ну что, мои дорогие, здесь появилось у меня жидкое мыло. Подходит, да, это самое, как моего, ко всему. И здесь у меня появилось, это будет шапунь для мужа. это, ну, такая вот, скраб, а это для интимной гигиены. Ну, и вот здесь шампунь, кондиционер и гель для тела. вот здесь пока пусто. Ну, в общем, как-то вот так. Да? А теперь, мои дорогие, приступаем вот к этому. Я уже пришла, погуляла. Теперь надо всё это вытащить. Так, ну что, мои дорогие, я всё вытащила, показываю пусто. Теперь беру сейчас свою любимую жидкость для стёкол, побрызгаю, чтобы она минутки 3, там 5 постояла, и тоже помою, протру, и будет мне счастье. А теперь я всё назад. Ну, вот это вот, такой хоз у меня, угол, так и будет. А здесь я всё перемыла, сложила, сделала ревизию, видите, как до и после. Я теперь вижу, что у меня 2 присыпки, аж 4 есть, вон, этих дезодорантов распечатанных. Поэтому, это всё для волос. У меня. И вот, пустая полочка теперь есть. Очень хорошо. Мне очень понравилось, что теперь у меня столько свободного места. Ну, здесь показываю, что всё убралось. Два пакета Викинштейн. Ну, я не выкинула, я так отнесла, поставила возле мусорки, потому что, мало ли, хотя надо было выкинуть, а то вдруг что-нибудь случится. Ну, в общем, если бы я не выкинула, я бы ещё пользовалась. Это у меня всё, что там, и зубные щётки запасные, и массажёры для лица всякие, педикюрный набор. Ну, здесь теперь чистенько всё. Теперь я уже знаю, где что. Буду стараться поддерживать. Ну, это опять-таки, знаете, поддерживаешь, поддерживаешь, потом в один прекрасный день потихонечку, помаленьку закакываешься. вот это уже уберётся, потому что вот это белопластмассовое, это от фена. Всё, я очень рада, что вот это вот надо убрать вообще, эту полку сбоку, чтобы ничего на неё не ставить, потому что, если есть полка, то обязательно что-то захочется поставить. Видите, я подписала, что Аши, Андрея, шампунь. Это для интимной гигиены, это скраб для тела, потому что я не могу. Но это желтизная показала, что. И вот здесь теперь шампунь, кондиционер и гель для тела. Всё, теперь будет у меня красота. Красиво, да? Нету вот этого шума. Опять забыла, как это новомодное слово называется. Визуальный шум, да? Ну, единственное, остались, ведь полотенца, да, они вызывают визуальный шум. Лучше было, если бы всё было там коричневенькое, там, ну, и вот это вверху. Ну, а что это? Понимаете, это жизнь. Не может быть всё, как на витрине, понимаете? Это, там у меня грязное бельё, корзина, и вот стирается. Всё, я очень рада. Это уголок такой хозяйственный у меня, потому что некуда больше. Ну, что, мои дорогие, вот так мы с вами навели порядок. У меня, ну, как сказать, я называю душевая, может, у кого ванна, может, но всё равно хоть как-то смотивировала в шкафчике, залезть своими глубин, блудливыми ручками, что-нибудь навести. Мне спрашивают, Элла, что тебя вдохновляет на уборку? Девочки, я очень люблю вот такие вот книги. У меня даже есть в ВКонтакте фильм по, это, Марикондо. По-моему, по Марикондо он. Там вкратце расскажу. Нет, я не буду рассказывать, вы лучше зайдите. Если я не забуду, я ссылочку оставлю внизу, если не забуду. Но кто меня давно смотрит, уже все посмотрели. Первая моя книжка была, которую я прочитала, это «Магическая уборка». Это у меня абсолютно новая сейчас книжка. Вот, мне её недавно купили. Почему? Потому что, потому что я дала почитать книжку, и тому человеку, которому я дала, она её потеряла. И говорит, ты не обидишься сильно, если я тебе новую куплю. Я говорю, я не обижусь. Я могла обидеться, если бы мне не вернули книжку. Я никак не могу привыкнуть к электронным книжкам. Нет, хорошо, наверное, в электронном виде. Хорошо, наверное, если купить отдельно электронную книжку. Мечтаю просто, чтобы отдельно была у меня электронная книжка. Просто мечтаю. Но всё никак. Только что-нибудь подкоплю. Что-нибудь другое куплю. ничего, ну, ничего, ну, ничего. Будем живы, не помрём. Может быть, мечты же сбываются, правда. Но вообще очень хочу, потому что много читаю. И вот это вот новая книжка, первая, которую я прочитала, это вот «Магическая уборка. Японская искусство. Наведение порядка. Дома в жизни». Ещё одна есть. Мари-Конда как-то что-то радости в радости. Вот. Книга Ирочки Соковых. Вообще. Она у меня зачитана до дыр в музеях закладки. Жалко, что Ирина, 324 рубля она стоила. Жалко, что Ирина ушла. Ну, человек растёт, хорошо, что она развивается. это. Мои дорогие, я ещё что хочу сказать. Вот эти все книги можно купить на Авито. Я сейчас вот последние книги, так, вот эту я вообще покупала благодаря Оксаночке на Валдберрис. Что-то 100 рублей, что ли, она сколько-то была. Универсальная энциклопедия современной хозяюшки. Здесь тысяча секрета ухода за вещами, кухонное утро, приготовление, хранение продуктов, семейный бюджет покупки, стирка, выводение пятен. Вот я, кстати, и пятна здесь выводила. Ну, в общем, и знаете, что, здесь вот бумага, она такая страшненькая, но это вот что-то, видать, взято, знаете, что вот у меня есть домоводство какого-то 56-го года, что-то есть оттуда. Поэтому, вот это я брала вообще в фикс прайсе, вот все руки никак не дойдут дочитать. Вот эта книжка стоящая, я ее, кстати, есть бесплатно на ютубе, можно аудио послушать. Потом дальше, вот это вот вообще я за 200 рублей с доставкой на авито купила, представляете, а сколько она стоила, ну, я не знаю, ясно, что она новая будет. Вот эта книга мне, конечно, вот на сегодняшний день, она пока больше всего нравится, но я, как бы, я ее недавно получила, и я на 49-й, по-моему, странице. Да, быстрая уборка, в ванной на лету, но я так обычно и делаю в ванной на лету, там, пошла зубы чистить, там, что-то там, рукой второй делаю, там, если маска у меня, то протираю стены, ну, как бы это. И вот еще гениальная уборка, ну, гениальная уборка, это тоже, кстати, совет, что-то, сто с чем-то рублей, есть здесь кое-какие интересные, как наградить себя, после того, как вы сделали что-то, что это позволит вам поучаствовать в себе, мастером домоводства, там, пройти, переписать по дому, все там дела, которые нужно сделать, и когда вы увидите, где-то там, вот как у меня направляющая поломалась, там, где-то у меня у двери, там, что-то, потом, в шкафчиках полочки я делала, в общем, я все это переписала, и действительно, я не могла год сделать это все, да, а тут, в общем, настало такое время, что мне надо было голову, руки, ноги, все задействовать в какую-то работу, поэтому я себе искала работу, если у меня, у меня ее было много, ну, как бы, знаете, вот, говорят, ах, у меня депрессия, не надо, ля-ля, депрессия, это болезнь богатых, потому что они лежат, ни хрена не делают, вот вам депрессия, чтобы ее не было, нужно занять себя делами, и поэтому, вот, пока у меня дел вот так, вот так, мне так хочется пошить, мне некогда, мне нужно сейчас, я навела порядок, более-менее на кухню на троечку, в ванной на четверочку, у меня в прихожую еще на единицу, на двойку в спальне, ну, и на двойку, наверное, в зале, а на балконе там вообще ноль, везде бардак, поэтому, потому что были то дачные дела, ну, короче, я всегда себе найду оправдание, ну, я просто хочу как раз сказать, если вы хотите себе купить какие-то книжки, это не все, у меня очень много, вот, именно по домоводству, вот, и если вы хотите, а, сейчас мне еще идет совета, представляете, это Наталья Корбатова, она же книга, продается там 1200, что-то 1300, а 600 рублей продается книжка, которая эта, электронная, но, но, я через Авито ее купила за 500 рублей, и вот она придет, и я почитаю ее, потому что я, конечно, начинала с, как этот, ютубовскую, ютубовскую жизнь, именно я начинала смотреть, Ирочку Соковых, вот, ее, и Наталью Горбатова, кого еще там, а у меня еще есть книга, Марина Жукова, тоже я покупала, по-моему, через Авито, я все книжки стараюсь покупать через Авито, да и вообще, прежде чем что-то, вот, надумали купить, или может быть у вас миксер поломался, а там надо лопаточку, залезьте на Авито или на Юлу, очень хорошо пользуюсь сейчас, пользуюсь Валберис, Валберис, в общем, ягодка, ягодка на русском языке, вот, ну, вроде бы все, что я вам хотела сказать, рассказать, показать, не судите строго, скажите, напишите, как вам вот это вот сейчас, как же сейчас это модное слово там, шумное, ха-ха-ха-ха, в общем, когда у меня сейчас все эти баночки, гели, шампуни для тела одного цвета, как же это сейчас называется, сейчас, не могу вспомнить, визуальный шум, да, модное слово, то есть, вот как у меня на кухне сейчас, вот этот бардак, да, там, крышки, все, но я не могу это убрать, во-первых, мне некуда, нужно тоже расхламиться, я тут недавно с девочками, кстати, мои дорогие, кто хочет, может провести, например, у меня в телеграме, марафон, расхламение, там, или кухни, как я, мы сейчас, я сейчас платно проходила, расхламление, не расхламление, а, по-моему, семь или десять привычек, канал хозяюшка есть, и она проводила плату, мы покупали семь привычек, или десять привычек, семь привычек, чтобы на кухне было чисто, что-то такое, зачем я первое место заняла, ха-ха-ха, вот, можно также провести в телеграме, это как, я утром даю задание, ну, сама, конечно, делаю, и каждую выкладывает, на сутки на это дается, она в два часа, ну, в двенадцать по Москве, она выбрасывала задание, и на следующий день, в двенадцать, уже до двенадцати нужно было сделать, кто три раза не сделает, неделю шел этот марафон, те выбывают с это, ну, и там, кто сколько баллов набирает, она вот, дает задание, там, сегодня мы сделаем, чтобы ничего не было, ну, не ничего, а, в общем, ну, не буду рассказывать, это же ее, как бы, ну, можно, как бы, провести, вот так вот, к новому году порядок провести, да, мне очень понравилось, ну, конечно, там, это все я знала, он такой маленький, а я бы, так правило, так, сегодня мы будем, в холодильнике уберем, сегодня один шкафчик, или там, сегодня в шкафу один, кто хочет, помните, когда я только начинала, вконтакте мы играли, да, там, я даю задание, убери, в, такое, которое не больше 15 минут делается, помой микроволновую печь, а следующее место, кому я там дала задание, кто взял это задание, помыл микроволновую печь, и следующее ему дает там, помой под раковиной, там, в общем, предлагайте, организую, кто захочет, может поиграть, вот мне больше всего нравится, когда, вот, знаете, так вот все организовано, когда там надо убрать, и все, я говорю, я когда была вот на этом марафоне, неделю, у меня кухня прям сверкала, сверкала, и хотя в то время еще я на дачу ездила, но я старалась съездить на дачу, приехать, как бы к этому, вот, так что, мои дорогие, вот так, ладно, если вам понравилось, ставим пальчики вверх, конечно же, пишем комментарии, я есть на Яндексе, на Яндексе, сначала выходят на Яндексе все видео, а потом они уже выходят на Ютубе, на Ютубе сейчас нету, хотела сказать, в общем, на Ютубе сейчас нету монетизации, ва, нет, ну что она есть, потому что у меня просто нету, я не знаю, у меня ва, вообще, я снимаю видео за Родину, просто так, как бы, вот, ну я надеюсь, что может быть все наладится, и все будет прекрасно, вот, ну ладно, мои дорогие, всего хорошего, и всем пока-пока.